друзья всем привет в этом видео я хочу показать как мы укладывали плитку на потолок и рассказать вообще нужно ли это делать также мы поговорим о сложностях которые возникают во время такой работы и для начала введу вас в курс дела это у нас небольшой бассейн здесь также присутствует сауна и комната для отдыха полностью снимать видео про все работы я не стал потому что не вижу в этом смысла подобные работы я делал буквально недавно и можете посмотреть мои предыдущие видео единственное что хочу сказать что плитка здесь была не очень хорошего качества я в instagram выкладывал отрывочки где показывал какая плитка бывал попадалась и проблемы с обработкой конечно же присутствовали но тем не менее из того материала который у нас был в работе мы смогли сделать на мой взгляд максимально качественно запилить плитку уложить ее и вообще в целом сделать этот комплекс я думаю что она отлично также хочу добавить что абсолютно вся плитка укладывалась на соответствующий клей который подходил по размеру и по параметрам так как мы работаем на гидроизоляцию это у нас не впитывающий основание то естественно клей у нас будет c2 ну и вообще сам керамогранит лично я считаю не впитывающим основанием потому что один процент от абсолютно ничего не значит даже если не было бы у нас гидроизоляция все равно бы использовал в любом случае клей класс c2 ну остальное все в принципе как обычно укладывали плитку работали на станках запиливали ну и теперь уже можно вернуться к самому интересному укладки керамогранитной плитки на потолок сразу хочу сказать что это абсолютно нормальная тема при том у нас будет укладываться плитка в душевой и я считаю что это очень даже хорошее правильное решение несмотря на то что потолок у нас подвесной подвесной потолок выполнен очень качественно максимально жестко так что на нем можно будет повиснуть соответственно если использовать правильные материалы то и плитка там будет держаться и никуда не денется дальше хочу немножко рассказать и возможно развеять один из мифов то что для такой работы требуется какой-то супер волшебный клей который будет держать такую тяжелую плитку ну сразу хочу сказать что это абсолютно не так и я даже скажу больше что любой клей даже класс c1 который ну естественно не за 100 рублей куплен по акции в магазине а какой-нибудь нормальный клей класс c1 будет держать любую плитку в том числе и даже керамогранитную на потолке здесь мы просто используем усиленный клей только потому что мы работаем с не впитывающими основаниями то есть не нужно думать что для таких работ нужен тексотропный клей это тот который не дает сползания за счет того что у нас идет маленький слой равномерный гребенчатым шпателем плитка присасывается как на присоске и если попробовать и оторвать то это будет сделать крайне сложно и в некоторых случаях даже можно сломать плитку это можно легко проверить если у вас есть время и желание вы можете взять любую плитку и приклеить куда-нибудь на потолок самое главное чтобы заказчик этого не увидел а то у него к вам появятся вопросы но и в целом про плиточный клей я хочу сказать что последние три года я работаю исключительно крепкими клеями класса c2 это быстро я к ним привык раньше мне как-то казалось сложно ими работать но в целом работа проходит также легко как с обычным клеем единственный момент что лучше я буду мазать только основания и работать качественным клеем чем наносить плиточный клей и на плитку и на основании и работать обычным плиточным клеем потому что все-таки клей выше класса он дает в два раза больше адгезию и соответственно плитка будет уложена намного качественнее если мы говорим про сцепление с основанием при укладке плитки на потолок мы наносили клей как на плитку так и основание потому что нам показалось так делать проще гребенка 4 миллиметра дает небольшой слой и как раз хватает для качественного заполнения если бы мы к примеру попробовали гребенка 10 миллиметров наносить клей на потолок то скорее всего он нас просто бы падал и мы в общем замучились бы его отмывать а так здесь у нас клей есть на потолке есть клей на плитке и мы буквально без каких-то больших усилий прикладываем плитку и фиксируем ее клипсами плитка при этом никуда не девается не нужно подпирать она будет висеть как на присосках это уже проверено не на одном объекте потому что то же самое мы делали и в арках и в каких-то широких откосов в общем-то везде никаких проблем не было объект который я делал примерно полгода назад там у нас была такая тоже большая арка и вот в один момент мы решили снять эту плитку потому что я немножко переборщил с клеем и она никак не хотела усаживаться честно говоря снимали мы минут 15 потому что делали это очень аккуратно была большая вероятность что плитка сломается то есть настолько хорошо она приклеивается к основанию и надо этот момент учитывать ну и конечно же при работе используем свп здесь они играют две главные роли во первых мы сводим все это полотно воедино и еще больше перестраховываемся тем чтобы у нас плитка не отвалилась хотя я на сто процентов уверен что и без свп она не отвалится но тем не менее ну и второй момент плитка у нас длинная и узкая соответственно в любом случае она имеет какие-то неровности да это не пол но все равно мы используем свп для того чтобы всю плитку вывести в плоскость далее нам необходимо вырезать отверстие под вентиляцию и честно говоря никогда у меня не возникало желание приобрести коронку такого диаметра все время делали с помощью болгарки я в одном из выпусков рабочей хитрости показывал как это делается легко и просто и на всякий случай еще раз продемонстрируем и также уточню естественно если мы работаем где-то в квартире где нельзя пылить то эта работа выполняется с помощью пылесоса просто патрубок подставляется сзади и пыли нет ну здесь у нас такой рабочий объект дверь на улицу открыта в общем практически работаем на свежем воздухе далее с помощью коронки с вакуумной пайкой можно любое отверстие расширить либо убрать какие-то неровности в общем то довести дело до идеала есть уже готовые решения продаются алмазные пальцы я честно говоря покупал их себе на тест но так и не стал их использовать потому что не вижу в этом смысла есть коронки у них большая высокая напайка которая позволяет комфортно делать эту работу единственный момент что на этих коронках у меня стоит самое крупное зерно и рез не очень чистый и поэтому могут быть какие-нибудь большие сколы если покупать алмазный палец маленькой фракции то сколов не будет но и он не будет никак расширять керамогранит то есть тут два в одном получается лично для меня больше важен именно сам процесс расширения отверстий чем доводить его дома если мне нужно сделать отверстие чистовое без сколов то с помощью мелкой наждачки можно сделать вот эту небольшую фасочку и вот вам наглядный ответ на вопрос для чего нужны коронки малых диаметров ведь продажи есть очень много качественных перьев перо оно само по себе предназначено для сверления отверстий в керамике и абсолютно любого качества перо сгорит на первом же отверстии если мы работаем с напольным керамогранитом а тем более перекаленным керамогранитом хоть с водой сверлить хоть на мало хоть на больших оборотов вы не сможете углубиться более чем на 2 миллиметра это проверено можете сами попробовать и поймете о чем я говорю поэтому при работе керамогранитом необходимо использовать только хорошие качественные коронки желательно с вакуумной пайкой либо те которые позволяют сверлить на больших и высоких оборотах как вы могли заметить ничего сложного в укладке плитки на потолок нету и выполнить такую работу я думаю что сможет каждый единственный момент необходимо понимать в каком помещении это делаете и действительно будет ли от этого какой-то толк у нас это душевая зона здесь будет стоять несколько душевых кабинок будет и пар и какие-то еще испарения и я подумал что самое логичное будет действительно положить именно плитку при этом выполнить полную гидроизоляцию этого помещения и использовать качественный и хороший клей класс c2 ну и конечно же через две недели сделали небольшую проверочку насколько качественно приклеена плитка к основанию с вами был как всегда давыдов сергей всем пока